Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Неслабый пол. Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина одержала победу над главой государства. Когда зима в радость, Самара стала центром зимних забав и увлекательного досуга. Делаю время по тихий час, как прийти в себя после праздников. Самарская дзюдоистка уложила на лопатки президента страны. Мастер спорта международного класса Ирина Заблудина не спасовала перед главой государства. И после довольно напряженной борьбы все же смогла одержать и верх в схватке. Владимир Путин охарактеризовал самарскую спортсменку как девушку настырную. На татаме президент вышел во время тренировки сборной России под дзюдо в Сочи. Восточными единоборствами Владимир Путин занимается с 11 лет и имеет звание мастера спорта под дзюдо. Кроме Ирины Заблудиной, партнером президента в спарринге стал главный тренер национальной сборной ЭЦО Гамбо. После тренировки президент подписал указ о предоставлении итальянцу Гамбо российского гражданства. Президент высоко оценил и уровень подготовки российских дзюдоистов, и боевой настрой нашей сборной. Здесь все перспективные, я сегодня особенно в этом убедился, когда Ира, да, вот там сидит, такая настырная девушка, прямо говорит, а я же должен на вас бросить, как вцепилась. Вот. Но у нас все умеют это делать, вцепиться как следует и бороться за результат. Реализацию программы «Безопасный город» обсудили губернатор области Николай Меркушкин и зампредседателя Общественной палаты области Константин Титов. Эта программа позволяет контролировать работу всех городских систем и обеспечивать безопасность каждого жителя. Пилотной площадкой для ее реализации станет Цизрань. В случае высокой эффективности, по мнению губернатора, она может быть реализована и в других городах и районах Самарской области. «Хотелось бы попросить помощи губернатора, вас лично, да, вот, дать команду Иванову, дать команду Казарину, чтобы собрали, мы все, доложат все, эти люди, разработчики все доложат, потому что это дешевле в несколько раз, чем делают, и самое основное достоинство – это комплексно. Комплексно решается все комплексно». Большие перемены в этом году ждут пенсионеров. Государственную поддержку в области получают почти миллион пожилых людей, практически каждый третий житель. В феврале произойдет индексация трудовой части пенсии, а в апреле – социальной. В среднем она увеличится на 500 рублей. Изменения коснутся и будущих пенсионеров. Тем, кто достигнет необходимого возраста в этом году, по умолчанию пенсии начисляться не будет. Чтобы получать выплату, человек должен обязательно прийти и написать заявление в пенсионный фонд. Еще одно нововведение этого года – переводить свои накопления из государственного фонда в негосударственный можно не чаще одного раза в пять лет. Ранее разрешалось раз в год. Кроме того, теперь негосударственный фонд может вкладывать деньги граждан в длительные прибыльные проекты и не опасаться, что со следующего года часть клиентов уйдет и им придется возвращать вложенные деньги. Более подробную информацию об изменениях законодательства можно найти на сайте пенсионного фонда. Есть рубрика «Жизненные ситуации», где можно найти аналогичный вопрос, который вас интересует. Можно подать заявление о назначении пенсии в электронном виде, можно записаться на прием в электронном виде. Есть кабинет плательщика, где можно получить форму заявлений для того, чтобы произвести уплату строковых взносов. С 1 января к Самаре вернулись полномочия по регулированию сферы наружной рекламы. От ныне муниципалитет сможет самостоятельно проводить торги, выдавать разрешение на установку и выписывать предписания на демонтаж рекламных конструкций. В зону ответственности входит вся Самара, за исключением территорий, прилегающих к дорогам федерального значения. Московское и Волжское шоссе, улица Новосадовая и Демократическое. Эти территории находятся в собственности Самарской области. Марьяна Мирная продолжит. Остановочные павильоны нового типа оснащены двойным ударопрочным стеклом. Именно здесь будет располагаться реклама. Таких остановок в городе пока только две, но в скором времени появится больше сотни. На Волжском проспекте улицы Гагарина два павильона пока пустуют. В ближайшие дни начнется работа по привлечению рекламодателей. После возвращения городу полномочий в сфере наружной рекламы торгами теперь занимается муниципалитет. В городе утверждены 13 типов рекламных конструкций. Самые востребованные среди них – остановки и щиты размером 3 на 6 метров. На сегодняшний день в городе меньше полутора тысячи рекламных конструкций. Это в три раза меньше, чем пару лет назад. В прошедшем году комитет по наружной рекламе, собственно администрация городского округа Самара провела колоссальную работу по искоренению такого класса, как незаконники в рекламной отрасли. У нас в этом году демонтировано 814 рекламных конструкций разных форматов. Работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций шла активно, но не без труда. До того, как полномочия вернули в город, приходилось сначала направлять информацию в Министерство имущественных отношений. Теперь монтаж и демонтаж будет происходить проще и быстрее. Еще одна востребованная площадь для рекламщиков – фасады жилых домов. На них также будут выдаваться разрешения. Стоимость госпошлины – 5000 рублей. Мнение жителей будет учитываться прежде всего. Если большая часть собственников будет против рекламного счета на фасаде, его не установят. Кроме госпошлины, городской бюджет ежегодно будет пополняться на 95 миллионов рублей за эксплуатацию конструкций, по которым уже заключены договоры. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, Артем Сулайманов. События. Службы пожарной безопасности Самарской области праздники традиционно встретили на работе. В Управлении гражданской защиты подвели итоги на оперативном совещании. Статистика ЧП в сюжете Марьяны Мирной. За праздники в Самарской области произошло 76 пожаров. ЧП случались и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Главная причина всех происшествий – неосторожное обращение с электроприборами. Усиление профилактической работы пойдет на пользу, уверены специалисты. Необходимо почаще напоминать людям, что с огнем шутки плохи. Пошли по частному сектору, вплоть до того, что если где-то или шашлык делают около поленицы с дровами, или еще что-нибудь типа этого, то немедленно надо принимать какие-то меры. Да, большинство населения, подавляющее большинство населения, люди, которые откликаются на все слова, люди, которые откликаются на те просьбы, которые идут, и в общем-то принимают меры. Но, к сожалению, минимальный процент, но он есть тех, из-за которых страдают люди невинные. В преддверии новогодних праздников сотрудники надзорных органов и управления гражданской защиты провели встречи с руководством управляющих компаний и ТСЖ. Контроль ведется за всеми учреждениями. В случаях возгораний пожарные расчеты оперативно прибывают на место. Бдительность терять нельзя. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе устанавливать приборы пожарной сигнализации, автономные дымовые извещатели. Здесь можно порекомендовать именно жителям частных домов приобрести такой извещатель. Цена его не велика. Батарейка, которая в нем стоит, достаточно для того, чтобы он работал в автономном режиме в течение двух лет. То есть в течение двух лет, в месте, где он установлен, он анализирует среду. И в случае, если произошло загорание, он по дыму анализирует ее на первой стадии пожара. Это самое основное, чтобы у нас именно спасти человеческую жизнь. За дни новогодних праздников оперативным городским службам удалось спасти десятки человеческих жизней. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. С задачей справились. Работу службы ЖКХ и благоустройства на оперативном совещании в администрации оценили положительно. В первые дни нового года им пришлось потрудиться. За 10 дней выпало 27 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы января. Какие еще задачи поставили перед службами городские власти, расскажет Марина Матвейшина. Сработали на твердую четверку. В городской администрации подводят итоги работы коммунальщиков и служб благоустройства в праздничные дни. На уборку улиц и дворов было брошено более 300 единиц спецтехники и весь штат дворников. Всего за каникулы вывезли более 77 тысяч тонн снега. Произошедшие коммунальные аварии устраняли менее чем за полдня, а перебой с электричеством за полчаса. Кровельщики уже расчистили от снега две трети скатных крыш. Но в преддверии оттепели эту работу поручают ускорить. И главам районам я прошу обратить внимание, потому что в большей степени сегодня на жилищном фонде мы справились с ситуацией и удерживаем ее. То по промзонам или административным зданиям там есть сосольки. Ежедневно вместе с дворниками на улицы выходили и сотрудники городской административно-технической инспекции по благоустройству. Основная цель не наказать, выписав побольше протоколов, а организовать оперативную уборку территорий. Утром, если мы начинали работу где-то с пяти утра с управляющими компаниями, если не находили дворников либо технику, то немедленно находили руководителя. Если его не находили административно, то совместными усилиями поднимали и организовали работу. Несмотря на положительные результаты, расслабляться рано, отмечает Олег Фурсов. Снегопады еще впереди. От своих подчиненных глава города требует максимальной отдачи. Однако зачастую качественной расчистке дорог мешают припаркованные на обочинах автомобили. В этом случае зарекомендовала себя практика ограничительных знаков. Знаки нужно заказывать на основных трассах, их нужно выставлять. Город, конечно, должен чиститься. Тоже все праздники проезжал, смотрел. Там, где машины бросаются осени до весны, там фактически расчищать просто невозможно. Эвакуировать эти машины или их переставлять достаточно затратно для бюджета. Олег Фурсов поручает проконтролировать, как работает уборочная техника. Машины должны быть максимально задействованы на улицах Самары. Но относиться к технике необходимо бережно, отмечает глава города. Чтобы прослужила она много лет. Марина Матвеевич, Алексей Толотенков. События. Зима в радость. В дни новогодних каникул Самара стала центром зимних забав и увлекательного досуга. Катки, праздники, спортивные эстафеты, концерты и спектакли. У горожан широкий выбор. Чем заняться зимой в Самаре, расскажет Алина Чемерес. Паровозиком вниз и снова на вершину. Самарской детворе весело везде. Горка на площади Кирова – любимое место встречи здешних ребят. Самое главное – до дома рукой подать. Оделся потеплее и бегом кататься, рассказывает Арсений Лаусин. Тут очень быстро, очень круто скатываться. Я чувствую, что я как самолет. Чтобы развлечь себя в морозные дни, вовсе не обязательно ехать в центр города, говорят жители Кировского района. Мы лепим снеговика, мы катаемся на коньках, либо на санках. Тут мои все друзья, близкие. Мне очень нравится, как я катаюсь. Далеко ходить не нужно и жителям промышленного района. Аллея трудовой славы от дома Максима Горбача в двух шагах. Кататься здесь с папой на санках можно хоть каждый день. И родители рады. Чем ближе, тем лучше, потому что, да, бывает, замерзает, уже много наиграется. Потом надо быстрее домой. Если на чем-то еще ехать, то это как бы это. Время тоже так раз, сразу домой. Да, отлично. Любители активного зимнего отдыха. Даже на льду крепко стоят на ногах. На площади Куйбышева, на катке всегда многолюдно. Как только на улице темнеет и зажигается иллюминация, люди попадают в настоящую зимнюю сказку. Чувствия свободы. Когда ты летишь, не можешь остановиться. Главное, чтобы я не могла. Главное, чтобы дыхания хватило. Главное, чтобы не споткнуться, ни в кого не врезаться. Аккуратно, чтобы все было. Чтобы никто на меня не наехал. И после того, как у меня папа перебывает, мне кажется, когда я иду по снегу, что я еще на коньках еду. Всего в городе работает почти сотни катков. Среди них и площадки в школьных дворах. Они пользуются большой популярностью среди самарцев. Поэтому за ними ухаживают особенно тщательно. Большие были снегопады, очень много работали новой техникой. Постоянно приходилось катки чистить, потому что они работали у нас и как катки для хоккея, так же и как катки для маленьких и больших детей. Очень много семьями у нас каталось на коньках. Приходили целыми семьями. Организованы были и теплые раздевалки. Любимым времяпрепровождением в новогодние каникулы стали многочисленные елки. Во всех детских садах прошли утренники, а в школах – новогодние балы. Были и тематические елки – национальные, кадетские – для участников молодежного парламента и волонтерского движения. Те, кто желал посостязаться в остроте ума и эрудиции, могли принять участие в викторинах. Они прошли в детских библиотеках. Театры и дома культуры порадовали и детей, и взрослых сказочными постановками. Всего в городе прошло почти полторы сотни новогодних мероприятий. И главное – елка на площади Куйбышева. Наша задача должна стоять в том, чтобы люди могли цивилизованно, культурно отдыхать внутри нашего субъекта. Вот это очень важно. Вот примеры соседних республик. Они говорят о том, что сам субъект может быть интересен не только коренным жителям, но и жителям соседних областей. Последние годы делается немало в этом направлении, но темпы должны быть выше, гораздо выше. Зимний досуг самарцев не ограничивается чертой города. В загородных лагерях «Заря и юность» проходят военно-спортивные игры «Найди Деда Мороза». А победители конкурсов на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку отправились еще дальше, в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов, События. Сейчас, в первые дни Нового года, в разгаре святочные праздники. Самое время уделить внимание семье и близким, дарить добро окружающим. В христианской традиции святки начинаются с Рождества и заканчиваются крещением. Эти праздники для православных в числе важнейших. На рождественские богослужения в храмы Самарской области пришли почти 50 тысяч верующих. С прихожанами Покровского собора пообщалась Алина Чемерис. В один из главных христианских праздников – Рождество – люди идут сюда, в Покровский собор. С этим святым днем они связывают свои самые светлые надежды и, конечно же, ждут изменений к лучшему. Несмотря на мороз, народная тропа к храму в рождественскую ночь не заросла. Покровский собор сейчас находится на ремонте и встречает прихожан строительными лесами. Но верующих это не останавливает. Сотни людей собираются здесь, чтобы поздравить друг друга с праздником. Чтобы год был удачным. Всего здоровья, всем близким. Всего здоровья, чтобы всем было хорошо. Счастья у всех, чтобы было счастье в этом году и в последующих тоже. В этот день хочется всем желать добра. В христианской культуре Рождество символизирует начало новой жизни. Сейчас многие празднуют его в тихом семейном кругу. А раньше на Руси в рождественскую ночь от угощений ломились столы. И дверь в дома были на стеж открыты. Хозяева приглашали к столу любого прохожего, даже бездомного. Люди верили, что в его образе мог скрываться Христос. С Рождества Христос начинается спасение человеческого рода. Праздник. Начало нашего спасения. Начало искупления нас от грехов. Начало восстановления нас в прежнем достоинстве. Среди тех, кто на Рождество пришел в храм, и люди служивые, казаки. Для них говорят, это дело чести. Каждый год Христос приходит на землю, рождается, вдохновляет нас на службу, на любовь к Родине. Ожидаю, что какие-то изменения в лучшую сторону будут и в нашей службе, и в нашей жизни. Для верующих выдержать многочасовую службу не проблема. Говорят, в этот день ощущаешь невероятный прилив энергии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. После долгих новогодних каникул особенно тяжело вставать по утрам. Тем более идти на работу. Психологи считают, активно трудиться в первую рабочую неделю января опасно для здоровья. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Если старые комедии и Оливье больше не радуют, примета верная – пора на работу. Под конец новогодних каникул сонливость и нежелание вставать с дивана – обычное дело. Очень тяжело было, сколько дней можно отдыхать. Очень приятная работа. Сегодняшний день – первый день, первый год. Это целая неделя, правильно, не знаю, чем заняться. И вы успеете заболеть уже и выздороветь. Обычно, что бодриться, кофе выпила, да пошла на работу. После затяжного отдыха резкая смена образа жизни для организма – стресс. Лучше не хвататься за все сразу, а убраться на рабочем столе и выбросить лишнее из головы. Негативные мысли могут стать причиной хандры. Гоните их прочь, рекомендуют психологи. И благодарите, благодарите. Не зря 11 января отмечается Международный день «Спасибо». Наши мысли в это время нам очень сильно могут испортить настроение. То есть, если после праздников в голове крутятся мысли «опять это работа», «опять этот шеф», «опять я что-то делаю не то», эти мысли нужно останавливать сразу и переформулировать. Как хорошо все-таки, что у меня есть работа, у меня все-таки будет зарплата скоро, и шеф не самый плохой в жизни. В январе самое время начать новую жизнь. Например, отказаться от вредных привычек, заняться спортом. Велика вероятность, что родные и друзья вас поддержат. А вот садиться на жесткую диету пока не стоит. Организм может впасть в тупор. В эти трудные дни Нового года конфеты как лекарство. Пусть на вашем рабочем столе всегда будет что-нибудь вкусненькое. Конфеты добавят позитива, а мозг станет лучше соображать. Ольга Морозова, Максим Гусев, События. Новый год, новые экономические события. Как начался год для мировых валют, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар и евро снова ставят антирекорды на открытии торгов. На ММВБ доллар США поднимался выше 76 рублей. Стоимость евро превышала 83 рубля. В середине дня Центробанк установил курс американской валюты на отметке 75 рублей 95 копеек. Курс евро – 82 рубля 4 копейки. Золото стоит 2490 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 40 копеек за грамм. Из-за сдувающегося пузыря в экономике Китая нефтяные котировки также снижаются. Черное золото торгуется на отметке 33 доллара 42 цента за баррель. Это самая низкая цена за 138 месяцев. Между тем, скоро все покупки россиян станут известны налоговикам. В этом году все кассовые аппараты в стране будут оснащены устройствами, передающими данные о покупках в налоговую инспекцию. На сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Работы по возведению стадиона к чемпионату мира 2018 не останавливались и в новогодние каникулы. Завершена заливка фундамента. Наполовину готов монолитный каркас стадиона. Возведение арены происходит в точном соответствии с графиком. Напомним, спортивный объект рассчитан на 45 тысяч зрительских мест. В 2018 году здесь пройдут матчи группового этапа Мундиаля. В том числе игры с участием сборной России. Во время Мундиаля до других городов из Самары можно будет доехать бесплатно. Речь идет об общих вагонах и плацкарте. Всего игры чемпионата будут принимать 11 российских городов. Соответствующее постановление о передаче Министерству транспорта полномочий по организации бесплатного проезда в поездах подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новый пункт. Плата за сбор и перевозку коммунальных отходов. Сейчас россияне оплачивают эту услугу в квитанции. Она входит в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. Теперь некоторые граждане смогут сэкономить на мусоре, так как плата за его сбор и вывоз будет рассчитываться вне зависимости от размера квартиры, а по числу проживающих в ней людей. 16 и 23 января в Самаре пройдут бесплатные пешеходные экскурсии «Дипломатический Куйбышев». Экскурсия состоит из двух частей, в каждой из которых участники узнают об 11 посольствах, которые разместились в исторических домах, и о жизни послов в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Начало экскурсий в 13.00. Небольшое потепление, которым ознаменовались последние дни каникул, постепенно сменяется новой волной морозов. Похолодание ожидается уже с понедельника. В первый день рабочей недели синоптики обещают местами небольшой снег. Ветер северо-западный со скоростью 8-12 метров в секунду. В ночь на вторник столбик термометра опустится до минус 19 градусов, а в некоторых районах области до минус 25. В дневные часы ожидается минус 11, минус 16 без осадков. В первый рабочий день после новогодних каникул в Самаре финишировал один из самых резонансных процессов последнего времени. Судья Октябрьского района огласили приговор бывшему сотруднику САМГТУ Ричарду Филиппу Бочиусу. Гражданина Великобритании обвиняли в хранении наркотиков в крупном размере. С последними подробностями Павел Баймаков. Впервые силовики обратили внимание на гражданина Великобритании в августе прошлого года. Автомобиль, в котором ехали Бочиус и его знакомая Елена Станкевич, остановили полицейские. Обыскав машину, оперативники нашли почти 4 грамма гашиша, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съемную квартиру иностранца, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено еще более 30 граммов зелья. Бочиус утверждает, наркотики ему подкинули. Я не могу признаться в преступлении, которое не совершал. Я не виновен, я не признаю своей вины. Адвокат Бочиуса от общения с прессой отказалась. По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться, за что теперь поплатился свободой. Было исключено приобретение, незаконное приобретение наркотического средства. Я полагаю, что в данном случае приговор законен и обоснован. Вынося приговор, суд учел положительные характеристики Бочиуса и наличие у него маленького ребенка. Три года осужденный проведет в колонии общего режима. Это минимальное наказание за хранение наркотиков в крупном размере. В срок заключения войдут и почти пять месяцев, которые Бочиус провел в СИЗО. Павел Баймаков, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Удачи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин